Здравствуйте! В эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 16 августа. Сегодня в социальных сетях наделала переполох видеозапись омского рыбака. Мужчина снял трещину на опоре Ленинградского моста. Со слов автора ролика, он часто проплывает мимо постамента и месяц назад таких повреждений не замечал. Вот они, трещины на постаменте. Вот это тот кусок стопудово выпадывает. Вот раз, вот два. Ленинградский мост – самая первая омская переправа через Иртыш. Его построили в 1959 году и в последний раз ремонтировали 30 лет назад. Трещина появилась на третьей опоре от правого берега. В мэрии сообщили, что давно знают об этой ситуации. Сейчас проводится обследование моста, которое должно завершиться до конца месяца. Со слов директора учреждения эксплуатации объектов внешнего благоустройства Галины Зурнаджан, пострадала только внешняя защитная оболочка опоры. Несущая конструкция колонны не затронута и угрозы обрушения нет. На объекте установлены специальные маячки и датчики, которые следят за состоянием опор. По предварительным данным, стоимость капитального ремонта обойдется бюджету в 400 миллионов рублей. В социальных сетях некоторые мячи заявили, что временно прекращают ездить по Ленинградскому мосту, особенно после того, как произошла трагедия в Италии. По предварительным данным, при обрушении моста в Генуе погибли 40 человек. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей на пожарах. Так, в Крутинском районе в 5 утра загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена одна из квартир. Пожар полностью ликвидировали за 3 часа. Разбирая завалы, обнаружили тело 61-летнего хозяина. Предположительно, пенсионер уснул с непотушенной сигаретой. А в Тюкалинском районе в 6 вечера загорелся заброшенный дом. Когда пожарные расчеты прибыли на место, у здания уже рухнула кровля. После тушения под обломками нашли тело 36-летнего бездомного мужчины. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Возможно, бродяга развел костер, чтобы приготовить себе еду. Сегодня в Октябрьском районном суде рассматривали дело в отношении гражданина, который в апреле напал на женщину с кухонным ножом. Разбой был совершен средь бела дня на оживленной улице. Добычей нападавшего стали сережки стоимостью 50 рублей, которые обвиняемый ошибочно принял за золотые. Подробности этого преступления расскажет Анна Рыбина. Под конвоем на заседание ведут подозреваемого Ручкина. Неоднократно судимый Амич совершил разбой. 19 апреля он средь бела дня напал с ножом на женщину. Преступление случайно заметили полицейские, которые шли в участок. Женщина попросила о помощи, пояснила, что с ней сняли сережки. Далее тут же нам указало, что у мужчины находится нож, пояснила, что он ее ударил ножом. Буквально в несколько мгновений она раскрыла пуховик и было видно, что на футболке имеется кровь. Причем сережки даже не были золотыми. Из-за копеечной бижутерии женщина едва не лишилась жизни. Удар ножом пришелся в область живота. У потерпевшей диагностировали проникающее ранение брюшной стенки с повреждением печени. В настоящее время жизни потерпевшей ничего не угрожает, но потребовалось некоторое время для реабилитации. Сегодня на заседание потерпевшая не пришла. С учетом того, что не явилась у нас потерпевшая, то угрожает. Суд перенесли на 22 августа. Исходя из материалов уголовного дела, обвиняемый Ручкин пырнул женщину ножом и сорвал с нее сережки. Как он потом рассказал, деньги ему нужны были на бутылку. С такой же целью недели раньше он с подельником обокрал квартиру знакомого. Подсудимый Островский отвлекал потерпевшего для того, чтобы действия Ручкина носили тайный характер. В свою очередь Ручкин совершал хищение. Именно похитил у потерпевшего телевизор и монитор марки Айсер. Оба фигуранта находятся под стражей. Ручкину за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью грозит до 15 лет колонии. Пьяный Мич угнал машину друга и перевернулся на ней. Ночью на трассе Омск-Черлак полицейские увидели в кювете внедорожник. В салоне Тойоты никого не было. Личность владельца установили. Хозяин автора сказал, что вечером на даче распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Когда утром проснулся, то ни машины, ни приятеля рядом не было. Полицейские разыскали угонщика. Им оказался 31-летний житель села Иртыш. На допросе он пояснил, что ночью хотел доехать до дома на автомобиле друга. По дороге сельчанин не справился с управлением и завалил Тойоту в кювет. Машину бросил, а домой добрался автостопом. Стоимость внедорожника 400 тысяч рублей. Ущерб еще предстоит подсчитать. Полицейские возбудили уголовное дело. Кстати, подозреваемый ранее уже был судим за угоны. Полицейские раскрыли серию краж лошадей. В течение года поступило 8 заявлений о пропаже животных. Преступления совершались в Знаменском, Таврическом и Крутинском районах. Коней уводили ночью с выпасов и из загонов. Всего было похищено 24 лошади. Общий ущерб составил 1 миллион 600 тысяч рублей. Оперативники установили, что кражи совершают одни и те же лица. И вот в Горьковском районе сотрудники ДПС остановили грузовую газель, перевозившую коня. Документов на животное не было. 33-летний водитель рассказал, что купил жеребца, но где и у кого, пояснить не мог. Пока его допрашивали, в полицию о краже заявил житель одного из сел. У него пропал гнедой жеребец стоимостью 120 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, а животное вернули хозяину. В дальнейшем оперативники установили и личности соучастников. Ими оказались 46-летний житель Омского района и 59-летний Амич. Украденных лошадей они забивали, а мясо продавали знакомым по цене ниже рыночной. Сейчас обвиняемым грозит до 7 лет колонии. Один из них уже был судим за кражи. Накануне вечером в Ленинском округе автолюбитель снял на видео неадекватного водителя «Лады». События развернулись на улице имени Анны Блусевич. Камера снимает едущий впереди «Ларбус». Автомобиль то заезжает на обочину, то резко ускоряется. Через несколько секунд непредсказуемый пилот совершает обгон маршрутки прямо на пешеходном переходе. При этом «Лада» покасательной задела микроавтобус. Нарушитель не стал останавливаться и скрылся. Пользователи соцсетей предположили, что виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Государственный номер «Ларбуса» – У-829АН. Надеемся, что дорожные инспекторы найдут лихого водителя. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенны-7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго и помните, что «Жесть» – это не только лист металла, но и то, что иногда случается с нами в повседневной жизни. Редактор субтитров А.Семкин